Добрый день, уважаемые садоводы! Приветствую вас на своем канале Само растет! И сегодня я продолжаю сбор клубники, земляники садовой и рассказываю вам про те сорта, которые у меня растут. Сейчас я собираю ягоду фестивальной. Вот с этого куста мы крупную уже собрали. Она достаточно рано начинает плодоносить. Вы знаете, этот сорт, посмотрите, сколько цветоносов. Сколько ягоды. Я, честно скажу, так я думала какое-то старье. Я купила его, потому что его очень любят в Воронеже. Знаете, вот воспоминания они очень много значат. И у нас она пользуется, рассада пользуется успехом, но я его полюбила. Я его полюбила за размер ягоды, за вкус, за урожайность, за красоту ягоды. Ну вот, посмотрите. Видите, вот. Честно скажу, уже первые рвали, самые крупные. Вот. Да и какая разница, крупная она или мелкая, вообще земляника. Ну, положили в рот две и съели. Главное, чтобы вкус был хороший. Так. Так, это фестивальная у нас. Смотрите. А вот дальше идет кама. Я про нее рассказывала в прошлом видео, поэтому останавливаться на ней особенно не буду, хотя вижу здесь вот такие вот большие, красивые ягоды темного цвета. А вот. Смотрите. очень-очень урожайный сорт. И вот тут же рядом растет следующий сорт с бешеной урожайностью Вимаксима. Он попозже, хотя вот уже куст начал водоносить. И вот молоденький прирост. Ой-ой-ой. Под ногами прям ягоды зеленые. Смотрите. Вимаксима ее не пересоберешь. У нее ужасно сколько ягоды. Очень много. Очень много. Как и Кама, она одна из самых урожайных. Вот. Вот поспевать начали. Вот. Красивые, хорошие ягоды. И для себя, так говорится, и кто на продажу выращивает. А вот сорт один из моих фаворитов. В прошлом году мне просто, ну знаете, как снес голову. Обалденный. Этот сорт называется Тея. И она попозже поспевает. мы с вами обязательно ее, я вам покажу. Это сорт мой фаворит. А вот это Антея. Я ее буду казнить. Так, вот три куста у меня Антеи. Хотя, много лет назад этот сорт произвел на меня большое впечатление. очень-очень понравился. Вот. Но у него красная ягода не темная. Народ любит все-таки больше темную. У нас такой ветер вот уже который день. Так что, может задувать микрофон. Смотрите, начинается Азия. но еще не поспела. Азия это, конечно, Азия. Вот. Можно сорвать большие, крупные, очень вкусные ягоды. Ну, это сорт уже достаточно известный, чтобы делать ему презентацию. А вот это сорт, который, скажем так, не зарегистрированный. Почему? Потому что это любительской селекции. Тут в роду и Азии, и мармелада. Вот. Ну, кто как ее называем. Вот. Это, наверное, самый крупноплодный сорт в моей коллекции. Он средний, чуть-чуть пораньше Азии. Ой, сейчас, смотрите, вот большие такие крупные ягоды. Вот. Рассаду дает хорошо. Ой, ветер приближается, сейчас будет задувать. Пойдемте дальше. А это Альба. Я не знаю, почему она считается ранним сортом. Вот, не знаю. Никогда она ранней в нашей местности не была. Красивая точеная ягода. Первые ягоды крупные. Но не могу сказать, что ранние. Вот, розанна киевская это ранние. Это ранняя ягода. Она вкусная, но я ее на своей следующей посадке не возьму. Она лежит на земле. Мне не очень нравится вот это свойство земляники. Так, кто у нас тут? Молинг столетия. Этот со мной. Этот со мной очень понравился. Понравился вкус. Ягода подкореженная в этом году, потому что из-за погоды это чисто физиологическое проявление. Вот примерно вот такая она была. Такого размера. Не темного цвета нет. Но вкус понравился на высоте. Так, давайте посмотрим дальше. Что у меня тут дальше? тоже Альба. Это Альба. большие мощные кусты. Крупные ягоды. Ну, вот это катаклизм этого года. Господи. Сколько лет выращиваю землянику, такого не видела. А вот это сорт, по-моему, Вивальди. Да, Вивальди. Относится к выдающимся сорта. Вот. Вот посмотрите на нее. Я его оставляю. Вот. Темная ягода. очень-очень красивая. Просто прелесть. А вот ту грядку прошла, а там столько ягод красивой висит. Сейчас вернемся. Ну, здесь у меня нейтралы. И вот тоже загадочный сорт, который вывели специально для хозяйства, которое занимается ягодой. Такое тоже бывает. так. Пойдемте посмотрим. Вот прям красивая. А ты кто такая? Это горько это новая. Мы тоже ее на другой грядке рассматривали. А вот здесь видите, какая форма? Загадка. Кто-то подъедает у меня ее тут. так. А вот красота, красота. Да как бы нелюбимый флер. Он и есть. Смотрите. Ну, подъедает кто-то ягоду. Плюс влажность высокая, холодно. Так. Флер обожаю. О, какая большая. Это кто? Это зефир. Хотела сказать Азия. Нет, это зефир. Я подсадила, потому что рассады не хватает всем желающим. Вот. Вот красавчик. Красавчик флер. Уже саженцы приготовила. Он со мной. Он сладкий. такой не пустой. Здесь у меня прими. Еще не поспела. Так. А здесь кто? Ой, ну флер ну хорош. Вот с разных сторон подходишь и опять какие-то. Но это уже не сорт виноват. Смотрите. Так. А вот это Амелия. В свое время эта ягода произвела очень большое впечатление. Вот. Единственное у нее вкус ну знаете такой вот чисто вот фестивальный такой вот клубничный. То есть не прям вот мед-мед-мед а с такой с пикантной кислинкой то есть вот гармоничный он. Вот. И я не хотела его брать уже ну знаете как уже насладились этим сортом закупились все кто хотел. Ну знаете я его оставлю. Ягода очень много. Ягода действительно потрясающей красоты. Она очень хороша в транспортировке. В прошлом году выдавал такие размеры что вот сколько лет он у меня я удивлялась. Вот эти цвета ну вот вот они вот были наверху вот так и под тяжесть ягода наливается и они опускаются. То есть сорт ну достойный интересный. Наверное я его оставлю. Потому что он уже относится больше к эксклюзиву. Его мало у кого коллекционеров он есть. А вот это викториане. Когда я с заводчиками с Украины общалась я спросила какие сорта. Ну это было давно самые самые там вот классные самые крутые или как их назвать. Они сказали фигара викториане. Не помню какой третий. Ягода у нее крупная красивая она поздняя. Вот она попозже. Вообще то она вот сейчас должна поспевать но у нас только ранние ягоды начинаются. Вот кого не показала Дарселекта не показала потому что он его еще рано. Он средний сорт. Это мой самый любимый сорт. Я сегодня когда снимала видео про сорта жимолости увидела есть у меня там еще грядки. Ну в общем понасажать насажала а ухаживать силы возможности нет. Столько на меня на одно это земляника это не единственная культура которой занимаюсь. Вот смотрите Клеопатра очень хваленый сорт. Я не знаю какой он на вкус пока рвать мне кажется рано надо еще чтобы денек повисело вообще его хвалят. Я вот так смотрю много ягод и она такая очень симпатичная симпатичная круглая крупная то есть вот это я уже подумала про морегет это нейтрал который я прям полюбила полюбила очень сильно за его урожайность за его красоту за его устойчивость кстати эти кусты были не укрывала в этом году я ничего не укрывала понравился вот ягода видите покореженная я думаю что это погода вот это дестини еще не поспела это у нас альбион альбионы я саженцем выращивала много воронеж любит альбион да и не только воронеж это надежный ремонтантный сорт вот с роскошной ягодой так что вот такие сорта я вам сегодня представила выбирайте а нет вот еще кэбота кэбота не показала кэбот я брала эти саженцы очень задорого в очень хорошем и надежном месте вот он позиционируется как один из самых крупных да мы рвали тут а вон большие большие ягоды вот посмотрите это вот не очень а вон висят прям большие огромные сейчас я покажу пробовали мы уже рвали вот смотрите вот видите большие какие вот какая большая ягодка вот какие большие ягоды она хорошего вкуса смотрите и видно что плодоношение растянутое вот это тоже хорошо а то знаете как съешь раз и все а еще хочется ягоды больше нет царицу мы уже оборвали гляньте презент красавец так царицу оборвали она не очень крупная но это сладкий сорт дарселекты любимые ненаглядные еще пока только-только появляется румянец на ней так что надеюсь что у вас тоже большие урожаи вот что у вас тоже все само растет в этом году у меня действительно клубника сама растет потому что я ей очень мало занималась надо менять маточные кусты да и все внимание идет голубики все внимание надо делать больше саженцев голубики я желаю вам больших и хороших урожаев самой легкой работы на ваших участках чтобы у вас росли вот такие вот огромные прекрасные ягоды на сегодня все до свидания до свидания Продолжение следует...